всем приветики купила себе такой пришел с китая такой тестер для usb вот так и называется usb multifunctional тестер как бы сейчас я его открою самое интересное что без ножниц и не обойтись то есть так она просто не открывается показывает что можно проверить планшет приста игровой какой-то девайс ноутбук фотокамеру всякие плеера в общем везде где есть usb это наша упаковочка вот сам продум как то это пленочка я думал там такой поцарапанный вот он тестер выглядит как флешка колпачка жалко нету без колпачка это конечно как плоховато то есть просто будет постоянно торчать и избежка но как-то не очень хотелось бы чтобы закрывалась вот что у нас тут модель такая-то вольт может измерять от 4 до 30 ампер от 0 до 5 вот поддержит qc ql charge быструю зарядку на этом экранчике все показывается это так понимаю пленочка которую можно снять вот так в целом выглядит как новый то есть сюда вставляю то есть он просто пропускает через себя то есть грубо говоря в одну сторону втыкаем в зарядников втыкаем ее тестер а в эту сторону штекер и он показывает так я вот на секундочку поставил паузу решил проверить точно ли это пленочка но это точно пленочка она вот снимается и вот это все потертость вот она уже новенькая потертости нету хотя лучше наверно было не снимать то что теперь экран будет не таким новеньким а будет царапаться и будет действительно уже не пленка потертое а экран ну ладно это по моему продавец и не помню сертификат что нам на китайском по моему это название магазина я точно не помню вот здесь у нас что здесь показано как он выглядит на экранчике все кстати кончик цветной вот здесь параметры все что он может хочу все что он может до инструкции как им пользоваться нажмите кнопку этой секунды и что-то там удерживайте так она открывается ли не открывается она еще так разворачивается как она может быть здесь даже пометки стоят 1234 можно даже переключаться что там смотреть правда половина описание непонятного на русском то есть есть на китайском ой на на английском на английском более понятнее то есть все подписано и объяснение есть это надо переводчик юзать а так в целом можно в принципе сейчас подключить ну вот в принципе вставляем сюда правда но как-то так не очень правильно стоит и у нас показывать что-то даже то есть 5 вольт выдает наш зарядник но только не выдает никакого потому что сейчас ничего не подключено же температуру показывает ну довольно таки прикольно так а сейчас подключить к нему устройство тяжело вата вставляется ну вот пошла зарядка показать что но но и без зарядки 5 вольт всегда выдает а вот без пока не подключено ничего ток не идет но стояла ампера это ток вот вольт это напряжение ток стоял ноль пока не было подключено подключили 4004 ампера берет ну и пошло миллиампер в час а этого ватт в час показывать что сопротивление 12 до 4 градуса уже на один выросла что еще ватт и как сколько берет вот эта мощность лишь только не помню ну и время сколько идет уже зарядка ну довольно таки удобно то есть ты видишь все основные параметры сколько уже идет зарядка по времени какой ток какой сколько вольт сколько ампер часов там уже написано кстати на аккумуляторе ампер часов она здесь она считает сколько ампер часов она уже туда зарядила довольно таки удобно то есть тестер вставляется в разрыв между зарядником и проводом идущим на телефон и показывает какие параметры идут на ну в зарядке то есть довольно таки удобная штука круто можно смотреть что там происходит так ты не знаешь что там происходит кто его знает а так его видно прикольная штука вот довольно таки круто там еще какая-то кнопочка есть обои нажал на ноль все сбросилась то есть вот нажимаю сразу время на 0 в сеть миллиампер и все на 0 и номер считается сколько раз я это а теперь номер типа ты переключаешь сколько у тебя и сколько этих номеров может быть бесконечно она да ну то есть он 8 типа память на 8 номеров я уже 9 то есть по первому номеру уже минуту заряжает по второму только четыре секунды по третьему хотя она каждый раз все сбрасывает она почему-то только на первом помнит она остальных не помнит короче надо разбираться считать инструкцию там еще удержание есть какой-то внутри секунды короче блин наверное зря это делаю там же типа еще какая-то калибровка есть и типа я что читал типа в описании что калибру калибровать можно я сейчас может быть честно калибру и ерунда всякой она будет неправильно показывать ладно очень надо это читать инструкцию это как бы потом довольно таки крутая штука вот выключаешь гаснет так что вот такого тестера я рад что его купил как по мне полезная нужная штука которая пригодится мне нужно разное устройство контролировать как там идет зарядка идет ли она вообще вот такой вот тестер сам по себе он такой на вид качественный новенький хороший насчет показанных параметров я пока что не знаю надо инструкцию почитать но у него там было много отзывов хороших думаю нормально все будет вот такая вот покупочка на этом все всем покидала